Общее сведение. Межпозвоночная грыжа шейного отдела встречается достаточно часто. По распространенности занимает второе место после межпозвоночной грыжи поясничного отдела. Чаще всего грыжа формируется в дисках между пятым и шестым, между шестым и седьмым шейными позвонками. Более редко, между четвертым и пятым, крайне редко между седьмым шейным и первым грудным позвонками. Учитывая распространенность шейных грыж, относительно молодой возраст заболевших в среднем 30-50 лет, риск тяжелых сосудистых осложнений. Данная патология остается насущной проблемой клинической неврологии, вертибрологии и ортопедии. Диски шейного отдела позвоночника имеют меньший диаметр, чем грудные и поясничные, поэтому и грыжи в этом отделе меньшего размера. Однако, более узкие позвоночные каналы и уменьшенное пространство для выхода корешков из спинного мозга обуславливают возникновение клинической симптоматики даже при небольшой протрузии диска. Особенностью шейного отдела является прохождение с двух сторон вдоль тел позвонков позвоночных артерий. В связи с этим межпозвоночная грыжа проявляется не только неврологическими, но и сосудистыми нарушениями. Межпозвоночная грыжа шейного отдела Причины грыж шейного отдела Формирование межпозвоночной грыжи связано с происходящими в диске дегенеративными процессами, вследствие которых он утрачивает эластичность. Хроническое травмирование при повышенной нагрузке на шейный отдел или острая травма позвоночника, ушиб позвоночника, подвывих. Шейного позвонка приводит к образованию трещин фиброзного кольца диска, выходу части диска за пределы межпозвонкового пространства. А в дальнейшем – к пролоббированию пульпозного ядра. Дегенеративное изменение межпозвоночных дисков, как правило, связано со стеохондрозом, но могут быть обусловлены шейным спондилезом. Спондилоартрозом, туберкулезом позвоночника, неадекватной нагрузкой на шейный отдел при аномалиях развития позвоночника. Синдромиклипеляфелякли на видном позвонке, ассимиляции атланта, нарушении осанки, шейно-грудном сколиозе, ожирении. Способствующими дегенерации дисков факторами выступают различные дисметаболические процессы в организме, возникающие при сахарном. Диабете, алкоголизме, курении, генетически детерминированных обменных заболеваниях. Клинические симптомы межпозвоночной грыжи обусловлены с давлением ею спинального корешка, вещества спинного мозга, позвоночной артерии. В первых двух случаях возникают неврологические симптомы, боль, двигательный дефицит и чувствительные расстройства. В третьем, синдром позвоночной артерии. Последний может стать причиной повторных транзиторных ишемических атактия, хронической ишемии головного мозга, вертибра. В азелярном бассейне с формированием дисциркуляторной энцефалопатии. МРТ-шоп, грыжевые выпячивания дисков, ас. С 5-6-6-7 кзади, с выраженным сужением позвоночного канала и с давлением спинного мозга. Симптомы грыжи шейного отдела. На начальных стадиях шейной грыжи основными ее проявлениями выступают болевой позвоночный синдромы, связанные с раздражением спинального корешка на уровне образования грыжи. Первоначально болевой синдром может иметь периодический характер, провоцируется поворотами и наклонами головы. Затем боль трансформируется в постоянную, усиливается при движениях головой. Она локализуется в шее, плече и руке со стороны образовавшейся грыжи, сопровождается парастезиями и онемением руки. При движениях в шейном отделе возможны т.н. прострелы, острая боль, идущая от шеи к пальцам кисти. Болевая импульсация обуславливает рефлекторное развитие мышечно-тонических изменений, составляющих позвоночный синдром. Возникающее повышение тонуса паравертибральных мышц шейного отдела и других мышц шеи приводит к ограничению подвижности и усугубляет течение болевого синдрома. Тоническое сокращение мышцы на стороне поражения обуславливает возникновение рефлекторной криво шеи. Со временем сдавление грыжи и нервных волокон спинального корешка приводит к нарушению проведения по ним нервных импульсов, появляется корешковый синдром. Возникает слабость в руке, сопровождающаяся понижением тонуса мышц вялой монопарез. Парастезии сменяются существенным снижением или полным выпадением болевой и других видов чувствительности в зоне нервации сдавленного корешка. Дальнейшее увеличение размеров шейной грыжи влечет за собой компрессию не только корешка, но и спинного мозга с развитием дискогенной миелопатии. Сдавление позвоночной артерии проявляется головокружениями, головной болью, вестибулярной атаксией, транзиторными расстройствами. Зрение, фотопсии, скотомы, снижение остроты зрения, шумом в ушах и легкой тугоухостью, вегетативными нарушениями, возникновением. Обмороков при резком повороте головой, дропа атаками, тео. Межпозвоночная грыжа шейного отдела в зависимости от уровня расположения может иметь вариабельную клиническую картину. При грыже диска с 4 с 5 преобладает боль в плече и слабость мышц над плече. При грыже уровня с 5 с 6 слабость отмечается в бецепс и разгибателях, характерная не менее парастезия в большом пальце кисти. Грыжа с 6 с 7 сопровождается понижением мышечной силы в трицепсах и разгибателях пальцев, болью идущей по задней поверхности руки до кончика среднего пальца. Грыжа с 7 с 1 проявляется слабостью при сжимании кисти в кулак, боли парастезии и радирует в мизинец. Диагностика грыж на начальных стадиях протрузия диска при наличии в клинике лишь болевого и позвоночного синдромов врачу сложно заподозрить формирование шейной грыжи. В таких случаях обычно проводят рентгенографию позвоночника, который может выявить признаки остеохондроза, спонзиоартроза и дыры, патологических изменений костных структур позвоночного столба. Визуализировать шейную грыжу можно при помощи МРТ или КТ позвоночника. Показанием для их выполнения выступает наличие мышечной слабости в руке или клиника синдрома позвоночной артерии. Ранее в таких случаях использовали контрастную миелографию. В настоящее время более безопасным и информативным методом диагностики является МРТ позвоночника. МРТ лучшее чем КТ позволяет визуализировать мягкотканные структуры позвоночника, дает более полную информацию о размере грыжи и степени. Сужение спинального канала. МРТ шейного отдела позвоночника. Межпозвонковая грыжа в сегменте с 5-6, отслаивающая заднюю продольную связку электрофизиологические исследования ПМГ. НКНМГ дают возможность выявить невральный характер поражения и определить его уровень. Для оценки состояния позвоночной артерии проводится РЭК с функциональными пробами, дуплексное сканирование или ОЗДГ позвоночных артерий. Дифференциальный диагноз проводится с плечевым плекситом, плечолопаточным периартрозом, шейным плекситом, шейным миозитом. Инфекционные мелопатии на шейном уровне.